Дорогие друзья, Российский Евангельский Альянс сделал специальный выезд в Самарскую область, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, которая происходит с Пресвятерианской Церковью, Благая Весть. Мы приехали сюда, встретились с братьями, с местным Самарским Альянсом, с Межрелигиозным Советом, и обсудили этот вопрос, вопрос сноса с Церкви, Благая Весть. Все братья и сестры были шокированы этой новостью. Они говорят о том, что нужно искать пути и новые площадки для переговоров. И действительно очень важно, чтобы в нашей стране в 21 веке такие события не повторялись или не происходили. Мы ищем все возможные площадки для переговоров, для дальнейшего диалога, чтобы найти пути мирного решения сложившейся ситуации. Я переговорил со всеми участниками этого затянувшегося конфликта, и все стороны, в принципе, готовы к разговору, к диалогу, найти точки такие соприкосновения, как можно разрешить эти вопросы, для того, чтобы прихожане этой поместной церкви, для того, чтобы жители Самары могли облегченно вздохнуть и сказать, ну, слава Богу, мы не снесли эту очередную протестантскую церковь. Мы, как Российский Евангельский Альянс, молимся и прилагаем все усилия для того, чтобы мобилизовать как можно большее количество верующих в молитве за эту сложившуюся ситуацию. Мы выходим на взаимодействие с местной властью, с губернатором, с представителями Русской Православной Церкви, митрополитом Сергием, для того, чтобы как-то мирно урегулировать этот конфликт. Мы веруем, что государственная ответственность, государственный ум наших уважаемых чиновников, за которых мы молимся, найдут свое такое практическое подтверждение. Эта церковь, благая весть, будет стоять во славу Божию. Благослови всех, Господь. Аминь.